Всем привет! Меня зовут Сергей Шаляпин и добро пожаловать в мой видеоблог, посвященный недвижимости Пхукета и всему, что с этим связано. Сегодня я сделаю обзор апартаментов на Пхукете и расскажу, сколько они стоят. Квартиры в Таиланде, или как их здесь еще принято называть апартаменты, можно покупать в частную собственность, а значит покупать, продавать, наследовать, дарить и тому подобное. Итак, кондоминиум или сокращенно конда, это жилой дом управляемой компанией, нанятой или созданной строителями. Кондоминиум существенно отличается от того, что мы привыкли называть жилым домом. Вам совершенно не нужно задумываться о том, как обслуживать свою квартиру, все это сделает управляющая компания. Вам достаточно просто своевременно носить квартплату и платить по счетчикам. Вы даже можете заказать уборку на ресепшн, если вам лень это делать самим. Ну а если вы хотите, чтобы менеджмент кондоминиума сдавал квартиру в ваше отсутствие, такая услуга тоже есть. За вполне разумный процент от аренды управляющая компания сделает все за вас. Заселит, выселит, возьмет депозит, обеспечит смену белья и уборку и даже косметический ремонт в случае повреждений. Более подробного темы управления недвижимостью я коснусь в других выпусках. Следите за обновлениями и подпишитесь на мой канал прямо сейчас. Теперь о ценах. Для начала, что влияет на цену апартаментов? Первое – это количество спален. Гостиные, кухни и прочие изыски не в счет. Второе – это удаленность от моря инфраструктуры, магазинов, торговых центров и туристических мест. Оптимальным считается расстояние до полутора километров, это примерно 15 минут пешком. Третье – это площадь. Чем больше площадь, тем меньше цена за квадратный метр, но вы это и без меня знаете. Четвертое – это вид из окна. Вид на море или бассейн существенно увеличивает стоимость квартиры. В дальнейшем квартиры с хорошим видом легче перепродаются и сдаются дороже. Теперь непосредственно о ценах на апартаменты. Начнем с самых недорогих квартир. Я называю их Bangkok Style, потому что обычно такие дома довольно большие, а 200 квартир и более. Средний метраж таких квартир в пределах от 25 до 40 квадратных метров для односпаленных и до 65 метров для двуспаленных апартаментов. Именно такая застройка сейчас сверхпопулярна в Бангкоке. Эти дома строятся по принципу кондотелей и чаще всего используются как инвестиционные. Цена односпаленных квартир от полутора до трех с половиной миллионов бат. Это примерно от 40 до 100 тысяч долларов США. Благодаря сравнительно невысокой стоимости эти квартиры наиболее популярны среди инвесторов и рантье. И не зря. Наиболее эффективным способом вложения является покупка именно такого рода апартамента. Почему? Я расскажу об этом в отдельном выпуске, посвященном частным микроинвестициям в недвижимость. Следите за обновлениями или ищите ссылку в описании. Далее я рассмотрю варианты комфорт-класса или средние по рынку. В моем понимании это квартиры, пригодные для постоянного проживания, достаточно комфортные и просторные. При площади односпаленной квартиры от 50 метров и более, они соответствуют всем современным стандартам качества и европейскому уровню комфорта. Цена таких апартаментов колеблется в широких пределах, от 4 миллионов до 10 и даже выше. В долларах США это от 120 до 300 тысяч. Более подробно о том, как выбрать и правильно оценить квартиру, я расскажу в следующих выпусках. Следите за обновлениями и не забудьте подписаться на мой канал. Все лучше еще впереди. Теперь поговорим об элитном жилье. Дуплексах, пентхаусах и прочих апартаментах люкс-класса. При цене, начинающейся от 12 миллионов бат, это примерно 330 тысяч долларов США, это жилье может быть поистине шикарным. Находящиеся, как правило, на верхних этажах, эти элитные квартиры обладают лучшим видом, прекрасным качеством отделки, а иногда и собственным лифтом. Цвета, отделку мебели и прочие детали можно менять по договоренности. Да и по цене на такие квартиры торговаться гораздо проще. Хорошая новость в том, что любой из перечисленных вариантов можно рассматривать как инвестиции, сдавать в аренду и получать солидный доход. Вот и все, что я сегодня хотел рассказать об апартаментах на Пукете. В следующем выпуске я расскажу о формах собственности на недвижимость в Таиланде. Если вы хотите, чтобы именно я помог вам приобрести недвижимость на Пукете, присылайте мне заявки на электронную почту, которую вы сейчас видите на экране, или пишите мне в социальные сети. Ссылки на мои контакты и другие полезные видео вы найдете в описании. Спасибо, что смотрите мой канал, и не забудьте на него подписаться. С вами был Сергей Шаляпин. Солнечного вам дня. Пока!